Всем привет! Если ты хочешь платить комиссию своему таксопарку меньше одного процента, я тебе расскажу, как это сделать. А сначала подпишись и поставь лайк. Я сотрудничаю с Ситипарком, а у него есть такой тариф 50 рублей в сутки. При заработке больше 5000 рублей, 50 рублей это выходит меньше одного процента. Также у Ситипарка есть еще 2 тарифа, это 3% и 5 рублей с заказа, поэтому ты можешь выбрать любой тариф и работать, как тебе захочется. Все контакты будут на экране, а по промокоду Егор Шадеев вы еще получите 3 дня без комиссии парка совсем. А те, кто уже подключился, напишите в комментарии свой отзыв, я обязательно почитаю. Ребятушки, посмотрите, короче, снег выпал. Сегодня будет первая снежная смена. Еще у меня нет веника, чтобы этот снег очистить, и мы сегодня будем мстить Яндексу по одной простой причине. Вчера произошла ситуация, что я поставил кнопку домой, а он дал другой конец города. Я, короче, заказ отменил, пишу, говорю, чувак, ну, вы заказ неверно дали. А он мне пишет, нет, верно, говорит, балу активности мы не вернем. Я говорю, вы что, дебилы, что ли, там, ну, в другую сторону, столько же, сколько у меня до дома было. Он говорит, ничего не знаем. Короче, сегодня я просто не буду терять активность для того, чтобы... Так. О! Нет! Чуть-чуть тут. Нахера чего? Братан, ты это самое, наверное, Казмунайгаз заправлялся, да? Вот поэтому так делают, хатак-катак-катак-катак, вот так. Если в другой заправку заправлялся, делал бы так, чикур-чикур-чикур-чикур, вот так вот это бывает. Так, 559-603. Блин, мне бесит, что с утра надо выйти, вести смс-ку, сфоткаться. Зачем это все надо? Лайфхак, пацаны, кстати. Для того, чтобы начать смену, сначала нужно взять и закрыть нахрен левую дверь со собой. Бля, получается, я сейчас 6 заказов делаю без этого, без гарантии. А, еще причина, потому что я сегодня записываю ролик, я вчера сделал 44 заказа и сделал бы 45. Если бы по кнопке домой, он мне дал домой. А он мне дал за место кнопки домой, ну, по кнопке иди нахуй, вот. И я уехал очень бы далеко, и мне это было невыгодно. Так, смену я купил. Кэфы зато горят, может, я эти 6 заказов все сделаю с кэфом, и они на гарантию не повлияют. Плюс 110, охренеть. Едем, блядь. Интересно, она дверь откроет, они же примерзли бы. А, хрен, ну, сейчас я... Э, дверь примерзли так. Здравствуйте. Меркурий, да? Я что-то свое открыл, а пассажирскую не додумал. Думаю, что силы тратить, пусть другие. Другие люди, да, разминаются. 9 утра, все, кэфов нету, короче. Ну, эти зоны, эти вечером будут, я не знаю, что они выросли. Показывает 170, но это, видимо, вот тут. И где-то, короче, вот тут. И вообще заказа нет уже 5 минут. Включил камерку я вовремя. Все, он-то вам, мадам. Давай 50 рублей. Едет она за 39. Вот, едет она за 39. И дает 50. Я говорю, ну все, до свидания. Она говорит, а сдачу. Я говорю, что вам, 10 рублей дать? Она такая, ну да. Я ей дал 11. Сейчас я вам покажу, какие у меня заказы. Вот с утра так прекрасно начиналось. Я думал, что сейчас все будет ништяк. Типа заказы, там снег выпал, все дела. Смотрите вот сюда внимательно. Так, 289 рублей далее, 73 далее, 75 далее, 39 далее, 39. Видно вот два последних. Вот, сейчас еще один заказ. И потом у меня пойдет, наконец-то, гарантия. Как бы для гарантии эта тема выгодна, можно сказать. Можно катать вот эти вот кардыши. А без гарантии не выгодно. То есть, вот оно как. Но ничего, мы с Яндексом еще квитаемся, потому что сейчас будут дальние поездки. А я их выполнять не буду. Вот. Как хотят, пусть клиент сами отменяют. А по поводу того, что ты водишь за 39, блин, ребят, мне как быстрее, мне как нужно быстрее, надо собрать вот эти баллы активности, чтобы гарантия поехала. Короче, вот так вот. О, все, мы приехали. Стадия конечная, ребята. Заказ в детскую поликлинику номер 6. Второе отделение Череповецкое, 92А. Ладно, посмотрим, что там за детское отделение-то у нас. За наличное, естественно, заказано. Ну, хотя нет, там вроде все взрослые, кстати. Перец. Что там, уже, давайте, может, назад сдам. Слышите, что говорю? Назад, может, я сдам. Я говорю, давай тебя назад чуть отъеду. Ну, вот, наконец-то. Там, если что, другая дверь тоже открывается. Да. За совет, видимо. Здравствуйте. 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 Под расчет будет у вас? У вас наличный. Да, она наличная. 55 рублей. Ну, да. Там слева дверь тоже открывается. Может, вылезет. Ну, конечно. Цыгане же в одну дверь только вылезают. Да, сюда нет. Конечно же, блядь, за 55 рублей надо уебать салон, блядь. Два раза сказал. На входе, на выходе, говорю. Все двери открываются. Нет, зачем, блядь. Мы лучше в ладоши похлопаем, блядь. Посмотрим, как ты потом убираться будешь. Ставлю, кстати, кнопку домой. А на вопрос с тем, почему я ездил в капюшоне, потому что у меня печка не работает что-то сегодня. Греет, ну, то еле теплым, то холодным воздухом. Сейчас попозже поеду в сервис, как всегда, на полдня, пока мне там все сделают. Вот она аренда, любовь моя. Что бы я без тебя делал-то? Короче, ребят, выехал я с сервиса. Время полвторого. Я там был практически два с половиной часа. У меня были проблемы с патрубками, с печкой, там что-то еще. Вот, не суть. Но я думал, что в сегодняшний день уже снимать бессмысленно продолжать. Вот. Но давайте сделаем так. Я вам покажу сегодняшнюю смену, что вообще будет происходить. Просто в конце не буду подводить итоги, потому что два с половиной часа у меня выкинулись. Или подвести итоги. Ну, не знаю, короче, давайте напишите в комменты сейчас. Надо итоги или не надо. А я вот ближе к вечеру, короче, решу. Короче, сейчас подъехал на заказ, а он всего какое-то там, куда-то там. Поэтому раз Яндекс не собирается возвращать активность за то, что он косячит, мы не будем тогда отменять поездки, а будем делать так. Здравствуйте, мне ваша поездка невыгодна. Заказывайте другую машину. Ой, все, отправляем. В чате я написал. Бля, что я раньше-то не знал? Короче, никто мне не звонил, не писал. Время прошло 7 минут платного ожидания. Я теперь буду отменять заявку, потому что она мне неинтересна. Кстати, это первая заявка на сегодня, которая была плохая. Не устраивает, вот. Не устраивает, конечно, адреса или тариф. Отменить. Что там активность списалась? Не списалась. У меня и так 73, блин, я 290 рублей только заработал, а уже 6 часов смены практически прошло. Денег вообще сегодня не увижу из-за этого ремонта. Проводник на прививку, конечно, давайте, блин. Меня же 5G хреново ловит. Спасибо. Как, блядь, ее отбросить-то? Вот так вот надо. Бах. Завершить. Все. О, заявка 500 метров, кстати. На Гончарова. Принять. Ёбтерь, блядь. Ладно, что, поехал я. Посмотрим, что там. Еще один заказ на 4 остановки, короче. Ну, я написал, что мне невыгодно, заказывайте другую машину. А лучше маршрутку сразу, чтобы все поместились и вышли каждый на свои остановки. Еще там, наверное, рублей 100, наверное, стоила бы поездка. Отвечу еще раз на вопрос для тех, думают, почему все так делают. Ну, потому что Яндекс не хочет играть, честно. Ну, пусть получает свое. Как бы возить те заказы, которые невыгодны, с которых мы не заработаем. Но мы их просто не будем, вот и все. Поэтому я лучше подожду какой-нибудь свой коротыш. Вот, отвезу его, потрачу мало. Горючки и поменьше времени получу копейки, но гарантия мне докинет. Вот. Ну, такие дела. Так, одно высадили. Сейчас отсюда же заказ. Поедем мы. Магаданская улица. Дом не буду говорить какой. О, поход ко мне. Оплата наличными. Ништяк, едем. Здравствуйте. Здравствуйте. Тяжело сидеть в такси. Ребры сломали. Дом ехать поаккуратнее. Дет, ребят, по этому же маршруту. Куполька много, да? Как он на этом? Что мы тут прямо не проедем? А, там такие почки. Ну, твоя дорога. Мы только что оттуда. Куда ехать надо? Налево? На право. На право. По культу одного. Если бы я знал, где он находится. А, вы не знаете, да? Ну, направо. Не, не знаю. Извините. Извините, что сейчас... До свидания. Конечно, здесь не сюда, тут не сюда. Яндекс ведет не так. Конечно, жить в такой жопе. Тут, блин, надо просто по тропиночкам вот так проезжать. Бэр-мастер. Здравствуйте. Здравствуйте. Это орган, да? Да, это орган. Да. Ой, извиняюсь. Да, держу. До свидания. Что? Шесть минут пятьдесят рублей. Блин, я так задумывался, что надо не замерзайку уже, да, покупать? А она же денег стоит. Это еще плюс сто пятьдесят рублей в день. Ну, может быть, там, раз в два дня. Что-то мне так лень. Короче, ребятушки, я заканчиваю. Сейчас вот я на заправочке. Заправляюсь и поеду домой. Что, я свет выключу-то? Короче, день очень плохой. Я заработал чистыми примерно тысячу пятьсот. Вот. Потому что день был неполный, как вы поняли. Все дела. Итоги подвоить не буду. Просто, ну, вот, типа, снег вышел, а цены не взлетели. Ну, типа, у меня гарантия там есть. И, ну, самая дорогая пояска, которую делал, это была первая с утра. И все. Короче, на этом все. Всем пока. Хороших смен, кто будет работать завтра и сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.